Дерзкий рейд на левый берег Херсонской области. Действительно ли Украина открывает еще один фронт? Достаточно просто измерить расстояние от тех же Олешек до Крымского полуострова. Как ВСУ штурмуют линии Суровикина под Токмаком? Враг там сосредоточил немало своих подразделений. И настоящий ад под Авдеевкой. Зачем туда экстренно приезжал главнокомандующий Залужный? День добрый! Разбор и анализ главных событий на фронте. На этих кадрах украинские морпехи якобы форсируют Днепр. Видео быстро распространяется по сети и у российских пропагандистов начинается настоящая истерика. Они панически сообщают, что ВСУ создали настоящий плацдарм на левом берегу Херсонской области. Якобы украинские подразделения морской пехоты мало того, что высадились на левобережье, так еще и ведут боевые действия и наступают в районах населенных пунктов поймая Песчановка. Вероятно, на этих кадрах как раз та самая высадка украинских подразделений в так называемой серой зоне Херсонского побережья. Косвенное подтверждение появляется и в сводках генштаба ВСУ. Там сообщают о российских бомбардировках Песчановки, то есть территории, считающейся еще временно оккупированной Россией. Неужели ВСУ открыли новый фронт? Паника россиян понятна. Херсонская область – наши ворота в наш Крым. Речь идет о том, что могут быть прерваны коммуникации, может быть угроза поставкам и обеспечению войск, действующих на Южном фронте. А позволить себе там держать надежный заслон они сейчас не могут. От правого берега Днепра до Крымского перешейка чуть больше 80 километров. Условно говоря, расстояние выстрела Хаймарсом с ракетой Джима ЛРС. Но о наших Хаймарсах, равно как и о Леопардах или Цезарях около Олешек, пока речь не идет. Скорее всего, то, что делает ВСУ на временно оккупированной Херсонщине – рейдовые бои. Пришли, ударили, отошли. Конечно, они не могут атаковать хорошо укрепленные рубежи и позиции. А вот уничтожение вражеских колонн с боеприпасами, с горючим, удары по вражеским пунктам управления и связи – такая миссия вполне вероятна для реализации. К тому же на территории Юга Херсонской области активно действуют украинские партизаны. То, что делает ВСУ – несомненный подвиг. Преодолеть стремительное течение, десантироваться под огнем на берег и принести смерть врагам. Высшая степень военного искусства. Но достаточно ли этого, чтобы считать, что наступление на Крым – перспектива уже ближайшего времени? Говорить о том, что плацдарм, созданный на левом берегу Днепра, может служить предпосылкой, что вот-вот и Украина может нанести понтонно-мостовую переправу через Днепр для перемещения огромных групп, партий личного состава и бронетехники на левый берег Днепра, по-видимому, еще не стоит. Потому что мало навести переправу. Ее еще нужно защитить от вражеской авиации, вражеской артиллерии. И если по артиллерии ВСУ уже достигают паритета, в первую очередь за счет помощи от наших партнеров, то авиационная компонента – российское преимущество. Правда, истервятники Путина в последние дни все чаще отправляются в свой последний полет.